Митинги в Александрове 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 стихийно. Представители исполнительной власти, как региональные, так и районные перешли, собственно говоря, к конструктивному взаимодействию с представителями рекоператоров. Очевидно, кому-то это не надо. Почему? Может, потому что московский мусор по-прежнему преступно заводится во Владимирскую область, и кто-то пытается обвинить в этом губернатора, а на самом деле мы видим, что, казалось бы, вот вам возможность задать вопросы губернатору. Мы видим, что фракция Единой России, она просто-напросто саботирует это мероприятие. Поэтому, коллеги, к сожалению, мы хотим уйти от митинговщины. Очевидно, единороссы хотят, чтобы митинги продолжались, чтобы они потом бросали против участников митингов ОМОН с дубинками и электрошокерами. Очевидно, понравилось давать тем участникам гражданского протеста, которые выходят, движимые своим гражданским чувством, административные и уголовные аресты. Мы против этого. Мы за гражданское сотрудничество. Мы за сотрудничество между всеми партиями. Мы за острое и прямое обсуждение всех вопросов. Мусорная реформа для всей страны является крайне болезненной темой. Поэтому попытка саботировать это обсуждение, мне кажется, является в каком-то мере и сознательным политическим антигосударственным актом. Поэтому для тех, кто не пришел и для тех, кто саботирует сегодняшнее заседание, я еще раз подчеркиваю, что это вопрос не экологический, какой-то абстрактный, а политический вопрос. И мы это будем делать вопросом политической борьбы. Если вы не готовы к нормальному разговору и к нормальному диалогу, Шиес показал, что народ может добиваться своего. Шиес показал, что на Шиесе не будет московской свалки, что люди готовы были там насмерть стоять, как и в Александрове и в Струнино. Так и будет. Или мы придем к нормальному какому-то соглашению, или, как говорится, мы будем действовать в интересах народа. Ни для кого не секрет, что в Владимирской области жизненно необходима, как я уже сказал, современная система утилизации. Многие полигоны переполнены, особенно в первой зоне территориальной схемы, которая ближе к Москве. Закрыть огромную свалку в Александровском районе и потом просто перенаправить потоки мусора на другой, не менее проблемный полигон, в Петушинский район. Это системно не решает данную проблему. Завтра и в Бабанино полигон будет переполнен. И вопрос, куда мусор поедет дальше. Очевидно, по Золотому кольцу поедет, как я понимаю. А иностранцам будем рассказывать, что это древнее захоронение князя Владимира, Ярослава и разных, как говорится, богатырей, которые боролись с татаро-монголами. В 2019 и 2020 годах мы дважды выносили предложения в законительном собрании о создании такого коллегиального органа. Но, к сожалению, эти предложения были провалены. Фракция «Единой России» дважды блокировала данное решение вместе с фракцией КПСС. К сожалению, и сегодня партия «Единая Россия» ведет откровенно деструктивную политику. На сегодняшний круглый стол по такой важной теме, как мусорные реформы, мы пригласили всех местных глав, всех депутатов ЗАГС собрания. Некоторые из них успели даже дать согласие предварительное на совместную работу. Но нам известно, что в понедельник по партийной разнарядке Владимир Николаевич Киселев, спикер ЗАГС собрания и руководитель «Единой России» во Владимирской области запретил всем главам и депутатам «Единороссам» участвовать в данном мероприятии. Почему? Журналисты, задайте, пожалуйста, Владимиру Николаевичу, которому мы уважаем, естественно, как спикера, этот вопрос на пресс-конференции. И я вас прошу задавать на каждой пресс-конференции этот вопрос, чтобы партия «Единая Россия» и ее руководство разъясняло свою позицию по мусорной реформе. Почему используются политические партийные методы для саботажа такого важного направления деятельности на благо области? Вместо решения проблемы такое ощущение, что партия «Единая Россия» просто сводит счеты с губернатором и саботирует развитие Владимирского региона. Ну, кончится тем, что сюда просто пришлют из Москвы какого-то, понимаете, наместника. И тем «Единая Россия», которые полагают, что они тут будут все рулить, придется ему присягать, целовать туфлю, ногу. И, в общем, худшие времена Орловщины, я думаю, вернутся в прекрасную демократическую, несовершенную, но свободную Владимирскую область, в которой можно критиковать губернатора, можно против него голосовать, можно с ним соглашаться или не соглашаться. Приедет сюда из Москвы чиновник по особым поручениям с 35 тысячами одних курьеров. Все это закончится, все будут в строю входить. Чучха вернется Орловская, поверьте.